приветствую вас уважаемые дамы и господа сегодня мы смотрим с вами футбол опять футбич но футбич у нас будет непростой футбол сегодня у нас будет с вами девятилетний мой девятилетний сын будет играть впервые в режим футбола в красаут правила я ему вкратце объяснил как все работает я ему в принципе тоже объяснил и вместе с вами сейчас я буду смотреть его матч в записи потому что в живую я этот матч не видел и так что делает он выезжает на середину поля пытается бодать мяч головой потому что он действует у нас как в игре rocket лига где нужно именно мяч подать башкой подпрыгивать под мяч там есть такая специальная воздушная подушка в машинах в игре и вы можете не только бодать но и подпрыгнуть под мяч таким образом попытаться загнать его во вражеские ворота кстати игра rocket лига она была очень очень популярна в свое время и я точно помню что эта игра была платной потом вроде как она раздавалась бесплатно сейчас я не знаю платная она в итоге или нет но игра была очень популярна здесь мне кажется разработчики красаута они немножко переплюнули rocket лигу в том плане что мяч можно не только бить башкой не только подпрыгивать под него пытаться его загнать ударами во вражеские ворота но еще можно и выстрелить из арбалета в мяч и зацепить крюком с тросом точнее карпуном мяч зацепить и таким образом загнать в вражеские ворота ну а у нас на поле происходит такой немножко сумбур видно что наш герой нашего сегодняшнего видео немножко теряется катается вокруг своих вокруг врагов и немножко иногда выпадает у него мяч из вида он те теряет мяч из виду и пока что особых каких-то действий он не производит хотя в начале матча действительно он показывал неплохой результат именно когда головой ну точнее блин говорю головой передней части автомобиля бил мяч загоняя на вражескую половину поля ох сейчас нашим нелегко приходится но несмотря на это счет на табло 1-0 в пользу красных наш герой красаутовский футболист сегодня которого мы смотрим он играть именно за команду красных но не будем его строго судить не забываем что все-таки мало того что девять лет пачану и он еще плюс играет в первый раз так что пацана пачана нашего не будем мы сильно уже так атаковать ох ты смотрите 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 вот он мяч вот он караулит караулит а его его пытается поддеть поддеть пытается какой-то из синих чувак но вот как-то заковыряли я даже не успел заметить как они забили гол 2-0 на табло в пользу красных пока все идет по плану карась любит сметану так что пока что не волнуемся я не думаю что на вражеская команда сумеет отыграть этот мяч о хорошие хорошие паса дал наш товарищ а жалко не воспользовались этой возможностью его коллеги по команде и пришлось пришлось опять ему выслеживать мячик в воздухе не цепляет он гарпуном почему-то вот я вижу что была была возможность выстрелить гарпун но не стал может просто не хочет рисковать не знаю пока что просто о промазал промазал слишком большое было расстояние до мяча поэтому гарпун прилетел но не коснулся мяча потому что было очень большое расстояние длины троса не хватило просто чтобы поймать мячик на трос о хорошо пошел 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 в оттаскивает оттаскивает отлично отлично совсем чуть-чуть осталось чтобы забить мяч ворота но кто-то из наших хватает мяч ох 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 напряженная какая борьба возле ворот ну-ка ну давай 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 башкой есть поймал на трос тащит тащит их не хватило силы и кто-то еще тащил вот когда такое случается если вот вы вздумаете играть то он заметите в этом режиме есть такая особенность когда ты тащишь мяч ты можешь его утащить своим весом своего автомобиля но тащить не получается когда втыкает в мяч гарпун кто-то другой и получается у тебя просто не хватает веса машины чтобы утащить мяч но и при этом если кто-то другой втыкает гарпун в мяч что твой гарпун рано или поздно оторвется так устроена игра и игровые алгоритмы построены так что ты просто не сможешь утащить и себя и другую машиной просто трос лопается и все никому не достается поэтому нужно всегда иметь ввиду это и стараться как можно быстрее после того как воткнул трос в мяч включать форсаж тут есть еще ускорение на машине стоит две реактивные турбины и ох ты давай тащит тащит смотрите почти через все поле протащил на вражескую сторону ну еще чуть-чуть осталось ну забил гол я считаю что этот гол он забил просто закончилось время тайма ребята шикарный был матч ставьте лайки подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики ну а девятилетний футбол я объявляю закрытым с вами был youtube канал баттербин всех обнимают до новых встреч ребята